Экологическая повестка все активнее входит в нашу жизнь. Важность гармонизации процессов дальнейшего развития цивилизации, бережного отношения к природе, понимают и представители предприятий, и граждане. Отрадно, что для реализации этих потребностей в нашем регионе создаются все новые и новые возможности. В Конакове Тверской области на улице Первомайской только что открыли второй в регионе эко-пункт. О том, как правильно сдать вторсырье, рассказывает наш корреспондент. Это второй эко-пункт в регионе, который открыт региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами. Первый открыли в прошлом году в Твери. Теперь сдать вторсырье могут жители Конакова. Причем за каждый сданный килограмм жители смогут получать деньги. Первыми, кто принес вторсырье в этот день, стали ученики первой школы города. И сегодня я получил целых 7 рублей. Канаковский район – крупный муниципалитет, который образует большое количество отходов. Поэтому в рамках федеральной программы по внедрению раздельного накопления отходов и поддержке правительства Тверской области было принято решение открыть здесь эко-пункт. Самое главное – это научить людей обращаться с отходами. Как можно меньше, чтобы их было, вовлекать то, что уже произвели, тем самым сохранять природу. Ну и, конечно, научить детей и всех. И я думаю, тогда мы справимся со всем. Пункт принимает PET-бутылки, пластиковую и алюминиевую тару, макулатуру, стекло. Каждая фракция имеет свой ценовой диапазон. Прежде чем сдать вторсырье, все фракции должны быть чистыми. Под бутылки и алюминиевая тара должна быть спрессована, а макулатура перевязана. Как отметили почетные гости, прибывшие на торжественное открытие, подобный экологический проект позволит сделать раздельный сбор отходов более доступным. Для Конакова и вообще, наверное, для жителей области это знаковое такое мероприятие или момент. Потому что, наконец-то, началась серьезная борьба с тем мусором, который население просто сегодня отвергает. Такой вот цивилизованный пункт, он даст возможность и привести в порядок головы наших людей, наших детей. И, наверное, это будет тот рывок, который позволит нам в целом в Тверской области навести порядок с мусором. Помимо эко-пункта на площадке установлен мегабак. По своему внешнему виду он напоминает обычные места для сбора ТКО. Однако твердые коммунальные отходы здесь выбрасывать нельзя. Контейнеры предназначены для бытовых и компьютерных отходов, а также старых автошин и стекла. На протяжении года уже в России нельзя складировать на контейнерных площадках шины, компьютерную и бытовую технику. Поэтому данный проект будет для жителей удобен тем, что они могут на данную контейнерную площадку привезти все, что я перечислил, складировать. Дальше мы это будем сами формировать и уже передавать компаниям-утилизаторам, с которыми на сегодняшний день у регионального оператора заключены контракты. Тверь спецавтохозяйства идет в ногу со временем, активно поддерживая и развивая экологические проекты в Верхней Волжье. Также с сентября в Конакове ЦАХ реализует проект «Экотакси». Сервис, благодаря которому у жителей будет возможность сдать старую технику, раздельно накопленные отходы и автошины, не выходя из дома. Для этого надо подать заявку по телефону, и специалисты приедут домой и вывезут отходы, после чего их направят на предприятие-переработчики.